друзья выхожу в обычном формате видео какие я всегда делала вы знаете хочешь сделать сейчас прямой эфир и почему-то он сразу делается только в вертикальном виде и может быть я одна не понимаю скажите пожалуйста сейчас есть прямые эфиры горизонтальном потому что ну да я поняла что есть прямой эфир горизонтальном только на компьютере с телефона я на горизонтальный не могу перейти только вертикальный поэтому вы сами знаете там заходят люди вернее заходят дети то есть это не наша целевая аудитория да я не для них вещаю отвечаю на ваши вопросы дорогие мои и я вы можете посмотреть там всего лишь 15 минут я записала и наверняка это конечно же не полный ответ на вопрос просто спрашивали и советовали мне что нужно иметь здесь и драйвера лассенс да и машинку а как же вы собрались лариса здесь жить вот на понятно что девушка просто не знала вернее не видел все мои видео и я сейчас решила узнаете постепенно постепенно видео которое я закрыла опять открывать какие-то в сообществе вот вы если подписаны на меня да и поставили нажали на колокольчик то там можно будет увидеть я часто буду выставлять например сегодня я порекомендовала мое видео одно интересное старое да вот вы можете его посмотреть тоже зайти по ссылке оставляю сюда ссылку вот и также я хочу найти видео где более подробно сколько лет уже назад да я размещала и рассказывала вам как я получала эти права да как я училась и так далее как мы машинку покупали и вот здесь я уже так как я там не успела сказать то есть в америке здесь есть несколько видов покупок естественно в салоне вы можете пойти купить новый автомобиль совершенно да вы его можете взять в кредит за наличные вот а если вы а также в трейд-ин то есть там есть автомобили с поддержанные вы можете их тоже взять и также есть такие аукционы еще аукционы раньше в америке очень и очень славились они часто использовались потому что там реально можно было выгодно продать авто и купить автомобиль я даже сама когда собственно я не собиралась в россии когда жила в америку но я часто слышал что люди говорили боже мы какие дешевые машины в америке можно купить там вообще не знаю за 2000 долларов классную тачку как говорили да а это за счет вот таких вот аукционы в том числе ты можешь раньше это даже было онлайн ты могла это увидеть онлайн выбрать не купить а сейчас в основном эти аукционы они оффлайн то есть вы приезжаете первый день вы смотрите машины какие есть и какие вам понравились вы подходите к специальному человеку он вам дает ключики в эту машину вы туда заходите машину вы можете включить посмотреть как она там суммит журчит и так далее можно даже чуть проехать вот там по периметру и опять отдаете ключи можете взять другие на другие машины и можете принять решение и когда вы уже например вы подумали вот как моем случае было мы когда пришли в общем таких машин которые бы я хотела бы прямо их не было потому что машинку какую я бы хотела для вот как нового водителя взять жука до фолькс вальгин жук он маленький я думал что я буду чувствовать габариты все а на что мне вот правильно мой бывший сказал что лариса говорит мы живем северном айдыха нам нужен на автомобиль четырехприводный то есть это хотя бы пусть это будет как вот джип кросс кроссовер то это такое это не это не с низким клиренсом машинка то должна быть и я увидела джип ливерсы я думал ой ты мой друг я села вовнутрь мне понравилось машинка компактная не такая огромная то есть для меня вот очень хорошо сколько стоит 3800 стоит думаю я ему сказала автомобилю игру дорогой ты мой я тебя завтра куплю и тут когда мы выбирали да и вот оно пришло вот это вот следующий день когда уже люди приходят и начинают торговаться нет мы не приходи или приходили в общем начинается торг и получилось что на эту машинку было пять человек или 6 я не знаю и вот цены росли там какая-то стартовая была цена цены росли и я смотрю что вот оно вот уже по моему цен цена была стартовая 3 200 что ли вот так в общем дошло аж до 3 800 я думаю ну никто больше не хотел покупать и я последняя поставила да я говорю я хочу ее пусть 3 в 3 800 но я не понимала мне потом только сказал мой вы все что лариса здесь еще налоги здесь страховка там покупная низа короче мне машинка встала в 4500 долларов вот ну чё ж делаешь ладно мы ее так покупали две с половиной тысячи мои 2000 его подарок но потом как получилось что у машинки оказывается аккумулятор был старый машина часто стояла долгами мучим не хотел чтобы я ездила особо так как-то и ездить сама тоже чуть-чуть стрессовала конечно все во мне надо было садиться и ездить а я что-то караулила место не знаю вот и когда мы уже купили землю и приехали в лаклит это от нашего городка сэмпоинт еще 20 минут и в таком знаете живописном прекрасном месте это уже не город и нам надо было подниматься наверх немного чтобы вот на нашу землю приехать и та машинка долго стояла там я поменяла аккумулятор у меня был новый вот машина меня спасала это да что вот четыре привода и высокая на первое время на этой машинке всегда если нам куда-то нужно был моему мой муж и когда мы уже расстались конечно еще там надо было ее налаживать все это на я налажил за свой счет его это вообще не интересовало и потом когда я уже нашла работу работодатели они сначала мне сказали что они мне дадут у них много машин вот бери машину вот как раз вот моя подопечная которую с которой я должна была сидеть я говорю нет я чужую машину не возьму а он говорит а твоя как я говорю моя да но она говорю когда я набираю скорость она у меня трещит там в общем с тормозами была проблема вдруг на ровном месте не пойму почему вот и он взял своим другом эту машину ну вот на минуточку им по 75 лет такие вот знаете серьезные дяденьки они взяли машину они ее полностью ремонтировали он даже присылал мне я как раз в ереване была с дочерью он присылал мне фотографию что заднее колесо полностью разобранное было и вот там как бы все меняли все все это в общем я я говорю сколько это стоит нисколько отработаешь вот в общем такие вот молодцы то есть человек действительно такой и порядочные серьезный вот и часто вы знаете я уже есть уже начала рассказывать часто я слышала такие версии от моих подписчиц лариса работы с американцами с американцами работать почему более правильно для нас скейт русскоязычным потому что вот сколько сказано да вот они прям сколько сказано надо работать никто тебя никогда во время обеда не потревозит после вот работы у тебя до 7 все ты идешь и тебя даже никто не пикнет ничего не скажет что там вот и давай еще это мне сделает это то-то еще сделать еще это то есть там идет полное уважение к человеку вот его границы и вот рабочего время закончил все даже при всем том что я жила с проживала в их доме да у меня своя была комната туалет ванная то есть мне это конечно же нравилось но я тоже не я конечно же человек все же как я вам говорила симпатии и если например я видела что воскресенье мой выходной там дочь ушла нужно переодеть его жену а ну чё мужик да и я говорю мы все сделали так все давайте я переодену и он был очень разумеется серьезно спасибо то есть вы знаете как будто нас оценивает это вот что это шаг для них да что человек вне своей своего рабочего времени до помогает все равно но если бы просто это женщина там переодеть да вот и также например когда рабочие мои часы заканчивались тоже я все я свободна дома он спит она спит за телевизором вот но я все равно выходила я говорю смотрю смотрю когда она не переодета когда дочь не переодела ее я говорю переодеть он красиво то есть никогда он не отказывал но и никогда бы меня не попросил то есть он бы я пошел ее переодевать все но что мне стоит 20 15-20 минут переодеть женщину в пижаму ой какой хорошенький мужчина там я бы снимут поздоровалась даже наверное здороваться не надо я думаю что он в такой одежде нет хорошей жизни это пижаму нами где-то не помойки он бездомный то тут осторожнее надо с моими здравствуйте поэтому вот таким вот образом сейчас моя машина она находится на территории моей дружественной семьи которая здесь живут в калифорнии которая собственно женщины пригласила меня вот я говорю ничего что моя машина там постоит и вещи она говорит вещи конечно огромный склад там большие очень территории постройки вот а машинка будет пусть стоит под навесом говорит даже лучше не будет ни у кого впечатление что здесь никто не живет вот поэтому машина там так стоит я ее естественно не хочу продавать потому что кто его знает может я и вернусь но не в отдыха конечно вашингтон рядом 20 раз вот говорю вам да вот посмотрю как будет но я с этой целью есть там у меня спасать эту машину там не продажь и здесь не купишь вот я с той целью что я хочу продавать как говорится за три сколько ее сейчас ее больше чем за 3 500 это максимальная цена не купит а за эту сумму я ничего уже не куплю тоже поэтому пусть стоит джипик он мне нравится у меня что там такое знаете руль и меха вушечка все черные со стразами вот так прикалывалась ночью такие зимы машинка мне очень спасала потому что я уже активно так старалась уже ездить и за тёмками встречаться хоть как-то вести такой уже активный образ более активный образ жизни нежели я просидела пять с половиной лет закрыты как это курица да вот и и лед гололед ветер мороз был вчера сегодня растаял на свежий день вот это вот все вместе ветер и гололед и вот эти четыре привода меня только спасали сама еда сама лариса но вроде встретиться с девчонками как говорится договорились мы-то встретились да а я еще и шампанское выпила я думаю госсалариста вот с ума сошла ты под шампанским и еще гололед ветер и ты и ты еще едешь и темно кругом вот мы медленно-медленно это все-таки сам поинт естественно я бы там уже знаете после 7 уже никого нет практически на дорогах там одна-две машинки поэтому ехать можно так бы я не буду плакаться просто чисто внутри внутренне такое думаешь что ты делаешь вот на все хорошо а по поводу работы я вот там уже у меня видео вот это которая прямой эфир вы посмотрите я еще по поводу работы хотела говорить как найти работу я начала уже не говорить что на фейсбук есть помогаем нашим и город где вы живете и наверняка есть такая группа или по крайней мере город рядом вот и там очень много разных предложений но иногда много иногда и вообще нет то есть по-разному бывает вот это один из вариантов как можно вот уже смотреть какие работы бывают но естественно самое я думаю это вот ходить открывать дверь заходить вам нужна ли сотрудница да потому что на самом деле сотрудники в америке нужны очень мне даже вот один мужчина недавно сказал он говорит что он так нагло разговаривал с американцем менеджером а он сам ремонтирует вот такую бытовую технику для офисов да и он говорит а что менеджер они все американцы понимают как менеджера гает найти можно гает а вот хорошего сотрудника золотыми руками практически невозможно поэтому здесь за тебя держится если там не дураки наверху сидят да и ему даже вот повысили зарплату понимаю что он ценный сотрудник свои пардон 64 года видите вот я вот просто как бы вот такие вот беру какие-то выжимки да что люди говорят внимательно слушаю все и мне интересно это все ну и вам рассказываем потому что вот и любая информация она достаточно все равно нужно и тем более у каждого своя ситуация ну что ж я уже вот так вот и пришла домой я это видео размещу какие у вас будут вопросы я еще отвечу на них конечно же вот мой опыт был это чисто я когда работала хаус киппером когда только приехала через полтора года я поняла что мне очень скучно и я пошла вернее подумала что здесь рядом тогда мне машинки еще не было думаю где так вот поработать чтобы пешком можно было дойти и там был отель и я прям подошла туда на ресепшен я говорю вот я такая лариса да я из россии английский у меня не лучше но вот я бы хотела работать было елена там из европы она сама с европы из европы не сможем так и приехали сюда достаточно уже взрослая менеджером там работала вот лакинта да и она мне говорит давайте давайте нам всегда сотрудники нужны но я так и поняла да только она говорит вы сейчас как раз обучаетесь потому что самые сезон это вот как раз будет летом вот где там офигела и когда я поняла что я могу работать только четыре часа вот в таком ритме да там эти вот матрасы это застилать вот это все и надо быстро потому что заезжает новые люди и это реально было сложно вот и я через четыре месяца сказал нет я реально больше не могу я прям пришла его я показал как у меня на маленьких моих ручках значит там уже вена одна вышла она ой-ой-ой я все понимаю все вот им проблемы тоже не нужны я поняла что хаус кипперс меня никакой но опыт был я теперь умею профессионально грамотно заправлять кровати постели покрывала и все дела это тоже какой-то опыт был интересный а дальше уже вот я говорю я прямо любого и благодарю доктора антипова его команду директора по маркетингу что он мне поверил и что меня пригласили работать вот и я конечно же с большим удовольствием мне это нравится я люблю работать с людьми я люблю приносить им добро ведь сколько у нас людей которые реально не знают какому доктору пойти или вот имели вот например один у нас русскоязычный он сделал у нас нижнюю челюсть все а вот за верхний пошел экономить пошел куда-то в какую-то американскую клинику и мы там поставили четыре импланты которые благополучно выпали вы представляете сейчас он там с ними судится денег забирает а и позвонил мне лариса пожалуйста запишите меня я буду верх делать у вас тем более у нас еще скидка хороший доктор дал до конца года вот и его это мотивировало то есть вот ходят едут неизвестно куда до получает ошибки но я никого не виню потому что любой человек хочет сэкономить в америке вот такие восстановление зубов они конечно же не пять копеек стоит очень дорогие поэтому и доктор это все понимает он не поднимает цену а даже вот до нового года сейчас сделал шикарную скидку и вообще грандиозную что тут уже ну просто дешевле не бывает и люди этим пользуются это очень хорошо вот поэтому вот эту работу я очень ценю очень но вот что я сейчас я просто вот жду когда у нас продастся земля когда она за сколько продастся мне нужно понимать мне нужно копить деньги вот сейчас я закрыла долг по кредитке больше не хочу наращивать там долг чтобы не платить проценты в общем надо жить осознанно со всеми этими финансами в америке не забалуешь ну что ж пишите пожалуйста ваши комментарии вопросы и до следующего видео я обязательно отвечу пока